Мне бы, по крайней мере, хотелось бы, чтобы у нас все записалось. Можно было потом еще посмотреть. Окей. Ну что ж, давайте тогда начинать. Сегодняшняя у нас тема посвящена иллюзиям и ошибкам на пути к стройности. Я думаю, что мы начнем с иллюзий. Ну а, собственно говоря, во второй части уже разберем ошибки. И я думаю, что даже здесь уже было бы интересно, если бы в большей степени вы поделились своим опытом относительно тех ошибок, которые, может быть, совершались раньше и которые сейчас вы точно уже совершать никогда не будете. И, может быть, даже мы своеобразный такой мозговой штурм проведем и удастся, соответственно, создать такой список ошибок, которые никогда не надо делать. То, чего никогда не надо делать при снижении веса. Вот. У меня есть небольшая презентация. Сейчас. Надеюсь, что все тут нормально покажется. Давайте так. Если кому-то не видно, то напишите. Если не пишите, значит, я понимаю так, что видно. Презентацию Минселена. Картинка в данном случае. Ну, окей. Пару слов скажу про саму тему, в принципе, с чего вдруг обсуждать иллюзии. Что значит иллюзии, мешающие снизить вес. Вообще, вот в социальной психологии есть такое понятие, как стереотип. Ну, в данном случае слово иллюзии я буду, наверное, как синоним употреблять. Слово стереотип. Так вот, в социальной психологии считается, что стереотипы, а это неотъемлемая часть нашей психической жизни. У всех из нас есть стереотипы. Кроме каких-то негативных аспектов, имеют, конечно, и позитивные аспекты, позитивные функции. И, в частности, одна из таких очень важных позитивных функций любого стереотипа, это экономия времени и энергии при взаимодействии с окружающей средой или с другим человеком. То есть, если я однажды сформировал какой-то стереотип, дальше, встречаясь с похожей реальностью, с похожей ситуацией, мне уже не надо каждый раз познавать это заново, тратить на это время, энергию, силы. И я могу опираться на тот стереотип, который я уже сформировал. Но вот в отношении веса, мне кажется, что здесь уместна такая аналогия, поскольку стереотипы или иллюзии – это то, что мы формируем и дальше опираемся на них при очередной попытке снизить вес, корректировать свое питание. И, конечно, вот эти стереотипы иллюзии, они, как правило, уже не подвергаются сомнению, то есть это становится таким своеобразным фундаментом. С другой стороны, если не понять, что это иллюзии, что это стереотипы, есть риск все время двигаться не в том направлении. Поэтому я выделил 10 таких основных иллюзий, стереотипов. Я думаю, что, возможно, вы тоже здесь меня дополните, может быть, Сергей тоже дополнит. Я даже думаю, что их гораздо больше можно выделить. Я попытался их систематизировать от более таких, ну, может быть, частных и более таких простых или примитивных, но к таким более глобальным, стратегическим и основательным. Чтобы у нас как-то это было плюс-минус интерактивно, я предлагаю так, при обсуждении иллюзий, то есть я пару слов про каждую буду говорить и буду спрашивать вас относительно того, насколько у вас в вашем опыте данная иллюзия, данный стереотип присутствовали раньше или, может быть, присутствуют до сих пор. И самое главное, ну, как вы считаете, почему это именно иллюзия, почему это нельзя назвать правдой или таким, ну, объективным взглядом реальность. Вот, ну, давайте двигаться тогда дальше. Собственно, с чего начнем? Это вот с такой иллюзией или с такого стереотипа, который можно, ну, в общем и целом называть так, что питание – это то, что необходимо контролировать. То есть, иными словами, если сферу питания не контролировать, контролировать в данном случае разные параметры, то есть количество пищи, там, качество, время приема пищи и так далее. То есть, если питание не контролировать, то снизить вес не получится никогда. Вот, пожалуйста, напишите, как вам кажется, вообще согласны вы с этим или нет, и как вам кажется, почему это можно отнести к иллюзии, и, может быть, вы на данный момент придерживаетесь тоже такого взгляда. В данном случае мы вчера договорились так обсуждать все максимально открыто, то есть никто никого, естественно, критиковать не будет. Наша задача максимально разобраться в том, как я воспринимаю вот все вопросы, связанные с стройностью веса и питанием. Так что ж, согласны, не согласны. Действительно ли питание надо контролировать? То есть, имеется в виду, контролировать это постоянно, скажем так, быть на чеку в отношении количества, качества пищи, времени приема пищи. Причем постоянно, то есть, имеется в виду, что если я хочу поддерживать какой-то плюс-минус оптимальный вес, то надо питание контролировать постоянно. Если я хочу поддерживать нормальный вес до конца жизни, значит контролировать питание надо всю свою жизнь. Думаю, что качество надо контролировать, то есть, остальное можно не контролировать, качество надо контролировать. у на первом этапе контролировать объем алисе а потом уже не надо контролировать где эта грань где первый этап переходит в последующий где уже не надо контролировать потом привычка есть порцию меньше на самом деле вот такая это не очевидная вещь что питание надо контролировать у меня не получается ничего после отсутствия контроля объема да вы следите за своим питанием нет я его ни в чем не подозреваю давайте я немножко поясню может быть чтобы не было недопонимания да я против что имеется ввиду под контролем то есть контроль это не есть осознанность о том о чем мы вчера говорили ну то есть это не равно осознанность контроль это скорее всего когда я опираюсь на какие-то внешние 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 факторы для того чтобы чувствовать себя комфортно в отношении своего питания внешние факторы это могут быть калории граммы часы когда я смотрю там на время приема пищи там объем серийной порции или там опять же тех же самых граммов или там двух кулачков или чего-то еще то есть когда я опираюсь на некоторые вот такие внешние аспекты и если я на них опираюсь я чувствую что более-менее как-то с питанием все в порядке если я перестаю на них опираться тогда я теряю контроль и соответственно вес может начать расти и чего хорошего не выйдет окей ну хорошо вот по крайней мере кто отписал что здесь можно сказать вот вчера мы обсуждали да Сергей приводил перечень базовых потребностей дополнительных потребностей так вот еда это одна из базовых потребностей без еды мы не можем жить так же как без кислорода воды и ряда других важных потребностей физиологических ну и конечно там есть еще и потребности эмоционального плана так вот давайте попробуем посмотреть на пока вот на другие потребности которые тоже являются важными и без которых наш организм полноценно функционировать не может ну на группах когда я веду группы в Викторинбурге я обычно привожу такой пример он может быть несколько как это сказать нелицеприятный но с другой стороны зато очень понятно вот есть есть такая потребность без которой наш организм функционировать не может однозначно это потребность ежедневно ходить в туалет ну все мы знаем что случается если с этой потребностью возникают какие-то перебои в частности если она начинает осуществляться нерегулярно то есть это то без чего наш организм прожить не может и вот вопрос такой контролируем ли мы как-то эту потребность то есть нужно ли контролировать нам эту потребность вот именно контролировать то есть опираться на какие-то внешние опять же факторы чтобы убедиться что все идет хорошо с точки зрения этой потребности ну просто спросите себя то есть следите ли вы за временем чтобы не пропустить не дай бог нужную минуту может быть за количеством может быть кто-то с собой я извиняюсь конечно носит сумочки памперс чувство что если его не будет то я ну вдруг я не проконтролирую вовремя процесс и что-то случится страшно то есть в принципе вот наш организм справляется эффективно с этой потребностью сам со многими причем аспектами потому что если бы мы ее разбирали она состоит тоже там из самых разных этапов единственное что здесь надо ну скорее не проконтролировать а сделать создать это создать условия для того чтобы когда эта потребность возникла у нас было рядом место где мы можем ее комфортно в интимной атмосфере реализовать если такое место есть то есть если мы вот об этом позаботились тогда в принципе все нормально да вот Ксения пишет это не подается контроль только создавать условия там можно привести ну в принципе много других потребностей понятно что питание ну по своей сложности это потребность не то же самое да что поход в туалет гораздо сложнее здесь ну как бы гораздо больше смыслов заложен но с другой стороны от этого это не перестает быть физиологической потребности и получается что у нашего организма есть механизмы для достаточно много механизмов для регуляции потребности самостоятельно но опять же если взять маленького ребенка да то можно увидеть что у него эти механизмы присутствуют хотя естественно там в никаком контроле говорить нельзя что ребенок сознательно как-то контролирует когда ребенок кушает в какой-то момент он останавливается независимо от того сколько на тарелке осталось пищи и он это делает не потому что он контролирует количество не потому что он посмотрел перед этим передачу Елены Малышевой и теперь он знает что надо съедать больше двухсот граммов за раз потому что организм послал ему определенный сигнал ну в данном случае сигнал сытости и ребенок не понимает причем что что это организм ему послал что это сигнал сытости то он просто ощущает некоторое чувствует на каком-то телесном уровне говорит ему о том что пора остановиться и он останавливается независимо от того сколько еды осталось на тарелке то же самое происходит чувством голову в какой-то момент Ребенок ощущает другой уже набор ощущений в области желудка, как правило, и на каком-то телесном уровне тело говорит тем самым, что мне пора поесть, и ребенок идет есть или просит есть. Где-то к 2,5 годам появляется новый контроль. И, собственно говоря, если у кого-то вчера, не помню, кто писал, что 95% времени занимает маленький ребенок, у кого есть маленькие дети или, может быть, когда дети были маленькими и вы наблюдали, наверное, вы замечали, что во многом действительно, если создать необходимые условия, то ребенок может многое, не все, конечно, но многое он может сделать сам в отношении регуляции своего питания. Поэтому я бы отнес скорее это к иллюзии, потому что питание, ну как бы так, скажем, тотально надо контролировать с помощью каких-то вот таких внешних факторов. Если, не дай бог, этот контроль ослабить, то наш организм пойдет в разнос и сам он ничего сделать не сможет. Если посмотреть более глубоко, это еще и во многом про отношение человека к своему телу. То есть про то, как я воспринимаю тело, как, ну, такого, условно говоря, безмозглого монстра, который, если только дать слабину, он пойдет сейчас обожрется и будет это делать каждый день, каждую секунду. Или же я воспринимаю тело, как обладающее, ну, своим особым разумом, в частности, обладающее инстинктом самосохранения и механизмами саморегуляции. Вот, ну, опять же, да, я думаю, что какие-то, если по поводу этого, да, вопросы, вопросы, комментарии можно либо писать, либо еще вдогонку, потому что некоторые вещи, бывает, после приходят, можно будет также на форуме. Подискутировать на эту тему. Окей, ну, давайте двигаться дальше. Следующая иллюзия, ну, я думаю, с ней, наверное, все знакомы, но тем не менее, да, чтобы снизить вес, нужна сила воли. И, собственно, подпитывается она, вот, наверное, разного рода масс-медиа, разными журналами, телезвездами, которые утверждают о том, что, ну, действительно, я, похудела с помощью силы воли. Как вам эта иллюзия и как вам кажется вообще, вот, действительно ли нужна сила воли? И был ли в вашем опыте, были ли в вашем, был ли у вас опыт, когда вы действительно полагались на силу воли и считали, что, собственно, сила воли может помочь мне добиться результата? Наталья, нужна была, угу, а нужна была в чем, собственно говоря, то есть вот в чем проявлялась-то сама эта сила воли? И если лимит хватает на ограниченное время, работает как сжатие, сжатие окружения. Да, совершенно верно. То есть, в принципе, то, что Ксения пишет, да, действительно, на какое-то время, причем обычно это небольшой период, так называемой силы воли может схватить. Так, Наталья, нужна была в том, чтобы не есть после обеда. Ну, то есть, по сути, нужна для того, чтобы использовать какие-то ограничения. Ну, пока, вот, еще, если кто-то пишет, да, то есть... Да, ребенок, который... Ага, мне помогало, в частности, идти на тренировку, когда лень или не есть пять конфет, а съесть две. Чувствуешь себя всемогущим. Брюсом всемогущим, да. Ну, то есть, за этой иллюзией скрывается часто такое иррациональное убеждение, что снижение веса – это вопрос такого, в некотором, ну, как бы, рывка, в спорте, да, там, действительно, там, например, человек бежит какую-то длинную дистанцию, да, и уже ближе, там, на последней третьей этой дистанции он уже совсем выдыхается, и вот он мобилизует себя, то есть, такой последний рывок, и он быстрее добегает до финиша, чем, допустим, там, его соперники. Вот, но если в спорте это достаточно оправдано, потому что там идет речь про ограниченный, как раз таки, период времени, в течение которого нужно себя мобилизовать и как бы пересилить, в таком смысле, да, то получается, что здесь-то мы говорим про не просто про снижение веса, само снижение веса может занять длительный срок, то есть, несколько месяцев, полгода, год, но еще речь идет про сохранение веса, как его сохранять, если постоянно, как его сохранять с помощью вот этой вот постоянной мобилизации. Сила воли для выработки новых привычек. Ну, вот опять же, Наталья, да, новых привычек. Вот давайте возьмем, допустим, такой момент, когда ребенок хочется ходить, навык прямохождения. Делает ли он это за счет силы воли? Или здесь совсем какие-то другие факторы участвуют? Или привычка, ну, такая более простая привычка, например, чистить зубы? Ну, да. Ну, да. Можно просто попробовать себя спросить, вот эта идея про то, что надо иметь силу воли, и что без силы воли невозможно, это идея, которая где-то вот, ну, глубоко внутри меня находится, то есть, это что-то, что мне очень и так органично, или это какая-то такая чужеродная идея, которая просто, ну, очень хорошо, как сказать, внедрилась, скажем так, в мое сознание. За долгое время разных попыток снижения веса. Это встроено в образ жизни, чистить зубы, да, совершенно верно. И сейчас, я думаю, для того, чтобы чистить зубы, силы воли никакой не требуется. Ну, да, то есть, ребенку маленькому для того, чтобы научиться ходить, точно сила воли не требуется. У него, собственно говоря, и нет еще посылок, для того, чтобы волю им не использовать. однако эта привычка формируется. Ну, вот не знаю, насколько вы согласитесь или нет, сила и насилие. Вот на коренные слова. Можно ли предположить, что идея про использование силы воли, для того, чтобы снизить вес, каким-то образом связана с идеей насилия? Ну, на этом теме, собственно говоря, есть на форуме целый раздел про созависимость и насилие не только в контексте веса и питания, но и в том числе. Поэтому мне кажется, что вот сила воли и так же, как контроль, это нечто противоположное как раз-таки осознанности, внимательности и таким личным правилам. подобрая воле, значит, без принуждения, в том числе внутренне. Сейчас с другой стороны, я думаю, если спросить 10 человек, которые вчера начали какую-то очередную диету, полагаясь на свою силу воли, да, подобрая ли воли, вы стали снижать вес, я думаю, что все скажут, что да, подобрая. Ну, по крайней мере, скажут, что по своей точно. Подобрая ли, по злой, не знаю. Вот, ну, я думаю, что тоже, да, можно здесь так подытожить, чтобы сильно на этом не зависать, потому что скорее сила воли это то, что, ну, создает такую иллюзию, опять же, иллюзию контроля и иллюзию, что я сейчас могу сделать некоторый рывок и все поменяется. Правда, непонятно, что подокон будет. А, можно чат вот... А, то есть получается, что чат, он не только у меня маленький, но у всех маленький. Прошу прощения, да, конечно. Все, что делается по силе воли в золотых перспективе методка, да. Согласен. Окей, тогда давайте следующий слайд и я после него сделаю большой, в смысле, большой чат. когда-либо. Ну, вот еще такое, одна, то, что я отнес к иллюзии, хотя тоже такой можно подискутировать в момент, да, про то, что лишний вес опасен для здоровья. Не знаю, видно ли там в картинке внизу надпись, вверху надпись с каких пор вот это, а внизу стало лучше, чем это. давайте пока ваши тоже идеи, вот потому что, опять же, на самом деле много откуда это транслируется, что лишний вес опасен для здоровья, что, собственно говоря, ожирение заболеваний, которые надо лечить, ассоциированное с разного рода другими заболеваниями, там гипертонии, ИБС там и так далее. И даже наличие нескольких килограммов это уже жуть-жуть, жуткая. Даже от нескольких килограммов надо срочно сбежать, избавляться. Потому что это скажется на здоровье. А если их не несколько, то тогда вообще как-нибудь. я вот тут так пытался разобраться, как файл скинуть. Не обязательно и смотря какой вес, я так понимаю. Бронникова пишет, что не опасен. Если человек весит 200 и ходит с трудом, то вопрос здоровья на первом месте. В некоторых случаях резко худеть в то же время, да. Преувеличено на мой взгляд и не лишний вес на здоровье. Что еще кто скажет? Хорошо. опять же для кого-то здоровье является первым мотивом, из-за которого человек, благодаря которому человек начинает снижать вес, приходит и говорит, что я пришел, потому что проблемы со здоровьем начались. Когда много решений, тогда опасен. Почему к иллюзии это можно отнести? что получается? Например, человек начинает набирать вес, набрал 10 килограммов или 15 килограммов, или 20 килограммов, и начинает действительно испытывать какие-то проблемы со здоровьем, начиная от одышки, усталости, повышения давления и так далее. И несомненно, в его голове ассоциируются эти две вещи, то есть мои килограммы, вот они напрямую повлияли на здоровье. Из-за этим опускается то, что эта связь не линейная, то есть не обязательно, что то, что возникло со здоровьем, это следствие самих набранных, собственно говоря, килограммов. А вполне вероятно, что там есть еще промежуточные определенные звенья, очень важные. Ну вот Летя пишет, у меня с давлением начинается проблема и дышка это после 80. 80 все нормально. Да, вот Сергей пишет, что вытерпнуть проблему веса с медицинских заболеваний мы лечим лишний вес сложим. Ну, опять же, мне представляется, что просто это две разные парадигмы и если говорить про медицинскую парадигму, то, конечно, врач, наверное, любой скажет, ну, хорошо, не любой, может быть, большая часть врачей скажет, что да, лишний вес это заболевание, хроническое, склонное к частым рецидивам и требующее, соответственно, длительного, может быть, даже пожизненного лечения. и естественно, это опасно для здоровья, если вы не занимаетесь снижением веса, то здоровье ваше будет только ухудшаться. Ну, а другая парадигма это психологическая парадигма, вот, собственно, то, о чем Сергей сейчас пишет, то есть ей лишний вес рассматривалось как скорее симптом или как способ решить какие-то другие свои проблемы и связь его со здоровьем здесь тогда получается нелинейная. Вот, действительно, здесь кто-то упоминал Светлану Бронникову, просто такая достаточно обширная книга вышла в том году, где, в том числе, есть ссылки на современные исследования, есть и в интернете можно почитать, да, тоже ссылки на другие исследования, но, собственно, суть их сводится к чему, что прямой связи между самими килограммами, именно килограммами лишения, да, и здоровьем вот такой четкой прямой связи нет. То есть одно из исследований показало, что если мы берем стандартный индекс массы тела, я думаю, всем известный то получается, что одно из исследований, по-моему, около трех тысяч женщин в нем участвовало в Европе, показало, что наибольшая продолжительность жизни оказалась и наименьшей риски для здоровья у женщин, у которых индекс массы тела был от 27, по-моему, до 30, там, где-то двух. то есть получается, что даже, по-моему, от 30 до 30, или трех, где-то так, то есть получается, что по индексу массы тела, по такому стандартному показателю, эти женщины попадали в категорию предожирения, ну, или вот избыточный вес, на грани с первой степени уже ожирения, однако продолжительность жизни была больше всех и риски для здоровья меньше всех. Те, кто попадал в категорию норма, то есть зеленая обычно это такая зона, да, у них уже немножко меньше эти будут показать. Наталья, ваш пост, он к Сергею отрисован или ко мне? поподробнее узнать, что. А, все. Ну, про психологическое неблагополучие, я думаю, что последующие три занятия там подробно будут. Вот. Еще один момент здесь связанный с этой иллюзией заключается в том, что если человек, это уже вполне тоже медицинские данные, что если человек имеет ну, скажем так, небольшое количество лишних килограммов и никаких попыток не предпринимает вес снижать, но при этом на протяжении длительного времени сохраняет стабильный или выточный вес, например, стабильно плюс 10 килограммов, то для здоровья его это будет лучше, нежели он имеет эти 10 килограммов и постоянно с ними борется, то есть худеет, потом набирает, потом снова худеет, потом снова набирает. Ну, и опять же, мы можем взять просто два разных, например, два разных человека с одинаковым, имеющий одинаковый избыточный вес, например, там, 10 лишних килограммов те же самые. один человек по статистике проживет существенно дольше и качество его жизни будет лучше, а другой проживет меньше и качество жизни будет хуже. Потому что, несмотря на то, что у них одинаковый избыточный вес, первый, допустим, не имеет вредных привычек, ведет активный образ жизни, у него достаточно сбалансированное питание, хотя, ну, возможно, да, есть какие-то нарушения. Второй, наоборот, 5 чашек кофе в день, курит, постоянно сидячая работа, ну, если еще добавим сюда психологические какие-то факторы, то есть, получается, что сами лишние килограммы к тому в другом случае одинаковые, но на здоровье в итоге влияют не сами килограммы, а другие факторы. Ну, об этом можно подробнее почитать. У нас на форуме тоже где-то была тема, где ссылки, в частности, я делал на некоторые цитаты из Бронникова, ну, и, в принципе, в интернете тоже посмотрели. Окей. Давайте двигаться дальше. Так. Следующая иллюзия. чтобы снизить вес, достаточно изменить свое питание. Тоже вам адресую вопрос. Как вам кажется? На самом ли деле достаточно? если да, то почему, если нет, то тоже почему. Чтобы снизить вес, достаточно изменить питание. Ксения, ну вот тогда давайте уточнять, в некоторых это в каких? Не оставалось загадкой. То есть, гипотетически возможно, но не для меня. Так. питание и физическая нагрузка равны стройность на всю жизнь. При этом, давайте договоримся, что под изменениями в питании мы подразумеваем в данном случае не какие-то диеты, ограничения. то есть, человек действительно нормально выстраивает свое питание, свой рацион, начинает питаться более осознанно, более качественно. Изменить жизнь питания в том числе. В молодости это так. Вот, еще одна иллюзия, но вот я, к сожалению, Наталья, спасибо, что подсказали, к сожалению, забыл включить, что лишний вес зависит от риска, точнее, набора лишнего веса зависит от возраста. Или, скажем так, трудность снижения веса зависит от возраста. Чем старше, тем труднее. 20 худело легко, 30 уже медленнее, 40 уже не худело, 50 уже перестало мечтать. но здесь опять же, надо разделять, что нормальные возрастные физиологические изменения, которые происходят с возрастом, и у мужчин, и у женщин, у женщин свои есть в данном случае особенности. И сам факт, что я могу или не могу снизить вес, могу или не могу сохранить стройность в зависимости от возраста. потому что иногда человек действительно считает, что возраст в данном случае это приговор и, собственно говоря, зачем пытаться. в начале мы говорили, что питание надо контролировать, как одна из иллюзий. Я говорил о том, что в принципе это физиологическая во многом потребность, но не во многом, в большей степени. и наш организм сам способен ее регулировать в большей опять же степени. С одной стороны. С другой стороны мы живем не в вакууме и на наше питание влияют разные факторы, в том числе факторы эмоционального психологического отолока. И, кстати говоря, на питание среди прочих физиологических потребностей на питание эти факторы влияют, наверное, больше, чем на ту же самую потребность сходить в туалет или на потребность в дыхании, точнее в кислороде, в воде и так далее. И получается, что если сфокусироваться только на питании и достаточно его забалансировать, начать больше осознанности проявлять, то это может дать свои результаты и, скорее всего, дать свои результаты, вопрос, опять же, насколько они будут устойчивы во времени. Особенно, если учесть то, что срывается человек, ну, то есть возвращается обратно к лишнему весу, к набору веса, как правило, не из-за того, что он перестал понимать, как надо питаться. То есть, понимал-понимал, а потом раз и перестал понимать. Деменция случилась. а как правило, из-за того, что как раз влияют вот эти самые эмоциональные психологические факторы. Вот вчера, да, писали там про транс на фоне потребления десертов, да, там, про еще какие-то аспекты. Получается, что только питанием, к сожалению, не ограничится в этом вопросе. Если у вас когда-то случался срыв, то есть, вы успешно вес снижали, но потом происходил откат, просто можете себя спросить, почему происходил этот откат, почему этот срыв случался. Из-за того, что что-то происходило не так в питании, то есть, это было первично. То есть, вы, например, перестали понимать, что когда надо есть, да, или вам, ну, не знаю, перестало быть интересно таким образом питаться. Или там были в первую очередь какие-то эмоциональные факторы, а они уже повлияли на питание. Ну, Ксения, то, что вы пишете, собственно, тут вот эта вот добавка, что при благополучии в целом и удовлетворении остальных потребностей, вот, наверное, это-то здесь самое главное. То есть, а если не благополучие и не удовлетворение или только частичное удовлетворение каких-то остальных потребностей, в том числе эмоциональных, то получается, что только коррекции питания будет недостаточно по изменению питания. ну, опять же, приведу пример, как-то раз мы на группе было задание, может быть, кто-то тоже его знает, по-разному оно называется, колесо жизни, снежинка, неважно. То есть, суть была в том, чтобы взять свои базовые именно эмоциональные потребности, не физиологические, и оценить их по шкале от 0 до 10 баллов. То есть, насколько сейчас они удовлетворены. Там, отдых, потребность в близких отношениях, в безопасности, в материальном доставке, новых впечатлений, самореализации и так далее. Ну и вот группа сидит, все пишут, тишина в студии, как говорится. Видно по лицам, что в процессе этого упражнения какие-то чувства у людей возникают, у каждого какой-то свой идет процесс. Ну и через некоторое время я просто прошу поделиться группу, спрашиваю, можете ли вы поделиться, у кого что получилось, кто вообще что думает. Тишина сначала возникает и потом одна девушка говорит, а скажите, а все-таки вот сколько, как считать калорийность гречки? Это было в период, когда я еще работал в Барментале и там система была с подсчетом кого-то. То есть, и для меня это такая хорошая была метафора про то, что пропитание, в каком-то смысле говорить всегда легче и разбираться с ним несколько проще, чем с жизнью и с теми психологическими причинами, которые приводят к нарушению питания. Поэтому вот три занятия, которые последующие будут Сергея Дремова, я думаю, что они еще больше развеют вот эту элитию, что достаточно только разобраться с питанием. Окей, давайте двигаться дальше. Так, снова сейчас возвращаюсь. да, вот смотрю, что время достаточно много, поэтому постараюсь тут чуть-чуть может быть сокращать. Следующая иллюзия нормальный вес равно стройность. То есть, это про что? Можно ли сказать, что если у человека нормальный вес, ну, визуально, например, вы смотрите, вам кажется, нормальный вес, или там на весах, вот он взвешивается, эта цифра совпадает с его представлением, то это означает, что он стройный. Согласны, не согласны, как вам кажется? В частности, есть ли в вашем окружении люди, которые, на ваш взгляд, имеют нормальный вес, и вы их воспринимаете поэтому как стройных. Там, не знаю, друзья-подруги, родственники, там, родные мужья, дети и так далее. и так далее. Ну и можно ли сказать, если я, например, достиг веса, который я считаю нормальным, то это означает, что, собственно, вот я и стал стройным. Норма Наталья, я в данном случае подразумеваю субъективную норму. Допустим, если вы смотрите на вашу подругу и субъективно вам кажется, что у нее нормальный вес, может быть, даже вы не знаете, сколько она весит, но субъективно вы определяете ее вес как нормальный. Означает ли это в данном случае, что она действительно стройная? Стройная каракатица. Допустим, вы хотите, допустим, вы весите 80 килограммов и хотите весить 60. То есть 60 в вашем представлении это вот ваша такая конкретная норма. Так вот, означает ли, что если вы достигнете этих 60 килограммов, значит вас можно считать стройным человеком? субъективной температурой. это они как раз и стройные если они читают нормой поддержание веса с помощью вот такого как раз таки постоянного контроля на пол вес 58 я все время чувствую себя толстым и главное при перестань то есть она получается вы пишете про то что даже имея желаемый вес собственно говоря можно чувствовать себя совершенно по-другому стройности отношения не будет без знания внутренней истории со стороны могут оказаться стройными ну тоже такой простой пример можно привести давайте предположим что давайте предположим что вы идете обедать в какое-нибудь кафе где есть свободная раздача то есть сами можно выбрать и кушать и вот вы идете по раздаче и перед вами стоит девушек одинакового телосложения которые на вашем представлении имеют нормальный вес в вашем представлении имеют нормальный вес и давайте даже предположим для игры что все эти пять девушек берут одно и то же ну давайте для простоты предположим что они берут бизнес ланч то есть там суп например да там второе салат и компот ну там кусочек хлеба то есть по внешним признакам можно сказать что никаких вроде бы различий нет в отношении темы веса и питания то есть они имеют одинаковую комплекцию в вашем представлении они все одинаково имеют нормальный вес одинаково стройные и вот они даже в плане еды взяли то же самое то есть пять девушек с одинаковым весом нормальным и с одинаковым питанием но вот если бы вы могли проследить за тем как они будут есть что при этом будет происходить у них в голове и что с ними будет происходить потом в течение дня то возможно вы бы увидели следующее например первая девушка она садится за стол и у нее в голове такие мысли лучше всего если я сейчас вообще не буду есть потому что еда это такое тотальное вселенское зло но поскольку я очень голодная и возможно она не ела вообще сегодня в течение дня она думает что что можно съесть что будет по крайней мере что мне нанесет наименьший вред из всего этого мы предположим если это бизнес-ланч она выбирает салатик например овощной из этого салатика она съедает несколько кусочков и покидает кафе возможно она страдает анорексией и собственно говоря это нарушение питания гораздо более серьезное чем при просто например компульсивном переедании внешне это никак практически может быть незаметно особенно если это анорексия на первой стадии вторая девушка садится и съедает предположим половину или весь бизнес-ланч хотя внутри у нее есть желание съесть еще добавку и может быть съесть еще пару булочек но она удерживает себя с помощью силы воли но зато потом когда она приходит домой и когда нету никого у нее дома она позволяет себе наесться от души после этого она испытывает жуткое чувство вины и идет потом два пальца в рот и все это обратно возвращается возможно если бы вы могли вот это увидеть вы бы поняли что может быть вот она страдает другим расстройством которое называется булимия и ни о какой стройности там в принципе речи быть не может третья девушка съедает суп съедает салатик и ей очень хочется съесть второе и еще выпить компот и может быть даже еще какую-нибудь там печеньку но она говорит себе стоп усилием воли может быть даже говорит себе какие-то нелицеприятные слова и сдерживаясь не доедая то что она хотела бы еще съесть уходит если бы вы проследили за ее питанием вы бы увидели что она так поступает каждый раз когда она ест то есть собственно говоря она удерживает свой нормальный вес как тут кто-то уже писал да только на силе воли с помощью постоянных именно постоянных тотальных таких вот ограничений ну у этого конечно своя компенсация как правило есть в частности какие-либо эмоциональные нарушения или расстройства это вот у нас третья была девушка четвертая девушка из этих пяти она съедает весь этот бизнес ланч и может показаться со стороны что вполне себе даже и нормально но только съедает она это с чувством страха потому что она думает вот я сейчас это все съем а не будет ли завтра у меня прибавки на весах и вполне вероятно что вы застали ее в тот период своей жизни когда она буквально недавно похудела снизила там очередные десять или двадцать килограммов и находится она вот как бы на стадии такой эйфории при этом внутреннее состояние это состояние вот такой постоянной тревоги что стоит мне едва где-то оступиться и я снова могу пулей набрать все это обратно и наконец пятая из этих пяти девушек она садится и ест потому что она действительно хочет есть сейчас именно эту еду она выбрала именно ту еду которую в данный момент ей хотелось и она может съесть весь суп может съесть часть может съесть все второе не доесть то же самое с салатом и с компотом и она выходит из-за стола с чувством насыщения и что очень важно эмоционального удовлетворения и после этого она не думает о своем весе она не думает ну и собственно во время еды она не думает о своем весе после этого она не думает о еде до следующего момента пока у нее не возникнет чувство голода то есть собственно говоря получается из пяти вот она одна и является по-настоящему устроенной хотя внешне все они имеют нормальный вес Ксения после всех своих удачных похудений ни разу не становилась стройной достигая заветной цифры ну вот это Сергей потом про это скажет вот в том то и дело поэтому ассоциация стройности с весом тем более с какой-то конкретной цифрой но это скорее то что будет вводить в заблуждение по поводу цифры веса один мой коллега еще во время работы в барментале приводил такой пример он выступал в качестве эксперта на одной из телепередач и там был мужчина который сделал себе операцию по ну я не знаю как это правильно называется в общем удлинил себе ноги сейчас если уж возможно поменять пол то такие операции тоже возможны а собственно сделал он это потому что он комплексовал из-за своего низкого роста ну там может быть на пять сантиметров может быть на десять не помню точно удлинил себе ноги с помощью хирургической операции и значит говорил о том как он стал по-другому себя ощущать что он буквально жизнь расцвела новыми красками он стал счастливым и вот этот мой коллега он спросил этого мужчину а значит ли это что собственно ваше счастье получается ну измеряется в сантиметрах на что мужчина стал агрессировать всячески защищаться хотя бы ну по большому счету это было попадание в точку вот окей давайте двигаться дальше значит следующее мы подходим уже к более таким глобальным иллюзиям и вот следующая иллюзия чтобы снизить вес очень важно иметь цель ну ее можно так еще переформулировать что если нету цели конкретно какой-то да то вес снизить не получится а если чем больше этих целей тем лучше чем более эти цели конкретные тем опять же лучше для снижения веса согласны вы с этим или нет как вам кажется важно иметь цели вот конкретные цели чтобы достигнуть желаемого результата и если не согласны если вам тоже кажется что это иллюзия тогда в чем собственно говоря иллюзорность вот этого взгляда и можно ли наоборот снизить вес без конкретной например такой четкой яркой цели а 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 то есть я получается что получалось в принципе снизить там неважно сколько при этом не имея в голове четкой картинки зачем статус барментария пошли вот тонуш еще одну идею благодаря вашему комментарию при пришла в голову еще на идея что еще одна иллюзия что снижение веса зависит не только даже от возраста о чем речь была а от времени суток собственно говоря то есть после 7 например снижение веса в принципе невозможно платье в которое нужно влезть но это тоже в принципе цель может быть оно там не прописано на бумаге ну Ну, опять же, вы уже пишите, что про время, что после семи уже не работает. Ну, я здесь, наверное, не буду оригинальным, сошлюсь на Олега Валерьевича Лукьянова. Есть хорошие размышления там тоже и на форуме, и в одной из статей, для чего-то мы тоже, мы начинаем худеть. Вот, да. Так вот, идея в том, что, собственно говоря, цель как таковая может даже никакой роли не играть, если не созданы адекватные условия для того, чтобы вес уходил, а питание нормализовывалось. Ну, то есть, там, не знаю, давайте приведу пример сейчас просто с балды, да, который первый в голову пришел. Ну, предположим, женщина ставит себе, там, расписывает пять подробно красочных целей. Там, одна связана с отпуском, как она будет бегать стройно, значит, там, уплескаться в море. Другая связана с платьем. Третья с тем, что она будет на свадьбе у сына или у дочери, тоже там всех гостей восхищать. Четвертая, например, с работой и пятая, там, ну, с улучшением интимных отношений с мужем, особенно после семи вечера. Вот. Так вот, расписала подробно все эти цели и, может быть, даже начала вес снижать, но спустя несколько месяцев случился срыв и все вернулось на правду своя. Одна из версий, может быть, почему, потому что не создано условий. Возможно, в ее случае одно из важных условий, не создав которое ничего не получится, это, допустим, научиться отстаивать свои потребности в контексте отношений с другими людьми. В частности, потребности в том, чтобы вовремя поесть, например, на работе. То есть каждый раз, когда у нее возникает голод на работе, находится куча дел, находится кто-то, кто важнее, чьи потребности приоритетнее, там, клиенты, начальство, коллеги и так далее. И это каждый раз еда либо откладывается, либо съедается что-то совсем, ну, как бы, неадекватное на ходу там и так далее. И вот, несмотря на все эти пять расписанных целей, это условие, как было не создано, ну, как бы, не было, точнее, его создано, да, такая же ситуация с ним и осталась. Все вернулось на круги своя. Хотя цели ее очень вдохновляли, очень мотивировали. И, собственно, почему даже на первое время начала вес снижать? Не потому, что она стала лучше отстаивать свои потребности, а потому, что она, возможно, ну, как бы, опять же, вот на той же самой силе и воле, да, помня еще первое время вот об этих целях, где-то просто сказала себе стоп, не съела лишнего. Где-то, там, не знаю, например, вместо... Шоколадки взяла и съела огурец и так далее. Но потом, опять же, все вернулось на круги своя. Вот. Ну, и если приводить еще такую из разных бизнес-тренингов, достаточно популярную метафору, да, про то, что два человека... В деревне закончилась вода, и там колодец ли пересох, и два человека вызвались решить эту проблему. Один взял ведра и стал бегать к реке, приносить в деревню воду и, там, продавать ее за какую-то стоимость. И сразу же стал, ну, так, прилично, скажем так, зарабатывать, поскольку он один поил водой всю деревню. А другой задался целью построить водопровод. Через месяц у первого результат был денежный, там, существенный. Первый заработал ноль. Через два месяца... Точнее, второй заработал ноль. Через два месяца первый, который носил воду в ведрах, снова больше заработал. Второй снова по нулям, потому что он до сих пор строил водопровод. Но где-то там на третьем месяце второй тоже стал немножечко зарабатывать. А где-то спустя примерно полгода первый также носил воду и зарабатывал фиксированную сумму в месяц. А второй стал зарабатывать с каждым месяцем все больше и больше и больше. Потому что, собственно говоря, он создал систему определенную. Ну, или, скажем так, условия, при которых вода была постоянно доступна в этой деревне. Вот. Поэтому как-то так. Чем больше целей, тем лучше. Да. Продолжаются цитаты. Опять же, поймите правильно, да, не хочу ни в коем случае сказать, что цели не важны, что это там полный бред и так далее. Да. Если у вас есть четкая цель, которая вот эмоционально вас вдохновляет, да, вот в связи с которой вам не терпится уже что-то начать делать. Это, конечно, очень хорошо. Вопрос про то, достаточно ли этого для сохранения стабильного результата. И это и является основополагающим. Вот. В итоге, как правило, оказывается, что, к сожалению, нет. Что этого одного недостаточно. И более важный аспект – это создать условия необходимые, при которых вес не будет потом возвращаться. Все можно сделать, если захотеть, только захотеть нельзя, если не хочется. Ну, Светлана – это прямо дзен-буддизм. Это как в анекдоте. Девушку хочет безумно хотеть старик. Но вот не хочет. Если только прописать цели на ближайшие пять лет, иначе достиглось, что дальше. Да, то есть цели имеют свойство заканчиваться, если у них ограниченный срок вести. Андрей, да, то есть здоровье, одежда красивая, активную жизнь вести. То есть это, ну, как бы, скажем так, это все понятно. Вопрос, достаточно ли понимать вот это, то есть для чего я сейчас собираюсь снижать вес. Чтобы все получилось, и самое главное, чтобы вес потом не вернулся обратно. Ну, опять же, да, то есть это не к тому, чтобы вы это принимали на веру, как аксиому. Скорее, это как бы вопрос к размышлению. И опять же к тому, чтобы прорефлексировать, как у меня было раньше. То есть если, например, вы действительно уверены были, и может быть до сих пор уверены, что вот там наличие целей это обязательно, без целей никуда. Но при этом это не помогало вам сохранить результат. Может быть стоит пересмотреть. Может быть как раз это, ну, вот стоит признать иллюзией. И посмотреть как раз таки на что-то другое. Хорошо, давайте двигаться дальше. У нас осталась уже там меньшая часть, собственно говоря, по-моему, три. И вот еще одна из иллюзий, наверное, достаточно частая. Когда снижу вес, жизнь поменяется. Сегодня буквально шел на остановку и видел вот такой же точно плакат, только там это, я не знаю, 375, что за код города. У нас это или не у нас в России. Но вот у нас видел плакат, тоже там какой-то фитнес-центр. И буквально вот такая жена. Кристина похудеет, я вернусь. И благодаря этой Кристина видит это и начинает думать, что так вот оно, в чем оказывается дело-то. Вот почему он ушел. Потому что я не похудела, а похудею, и все изменится. Жизнь расхветет новыми красками. Да, кто-то так думает, кто-то, вот Наталья, пишет, что я раньше так думала. Кто раньше так думал, он сейчас уже не думает. Поделитесь, почему вы так уже не думаете. Что случилось. Или вы вообще уже разуверились и поняли, что ничего не поменяется. Или действительно по поводу этого такая вот история по поводу веса. Снижу вес и прыг поменяется. Производят какие-то такие позитивные перемены, которые я связываю как раз со снижением веса. Да, весь здесь ни при чем. Как оказывается, Наталья пишет. Ну. Ну, помните, опять же, вначале я говорил, что иллюзии, так же как и стереотипы, одна из их важных функций – это экономить нам время и силы при взаимодействии с реальностью. И вот эта иллюзия конкретно, она как раз очень хорошо экономит силы, поскольку, если я думаю, что какие-то важные жизненные перемены завязаны на вес, соответственно, я могу не думать в других направлениях. То есть я могу не думать о том, что мне надо на самом деле сделать, чтобы жизнь улучшилась по каким-то аспектам. Я не думаю о том, как решить какие-то трудности и проблемы. Я как бы все связываю с весом. Вот только стоит вес снизить, и все это, собственно, само собой разрешится. То есть я как бы задачи свожу, собственно говоря, к одной. Ну, а если в жизни ничего не меняется, всегда, опять же, есть удобное оправдание. Ну, так это потому, что вес пока еще не снизился. Странноватая иллюзия, что меняется, кроме силы давления, тело на землю. Надежда стать идеальным человеком. Ну, вот... Статься более важным. Ну, да. А ну же, да, я снизила, мне стало лучше, вес вернулся, тоже плохо. Как быть? Вот в том-то и дело, что такие процессы, они и подпитывают еще больше эту иллюзию. Что вот, когда человек говорит, вот я же снизила 20 килограмм, действительно, я же стала летать, порхать, бегать, прыгать, легче себя чувствовать, давление нормализовалось. Вот действительно же перемены произошли. Потом набрала обратно, и опять стало хуже. Получается, что вроде как, когда вес ниже, в жизни начинают происходить положительные перемены. А у кого-то не стало лучше, да. Сначала стало лучше, потом снизила вес, потом стало хуже и набрала обратно. Уху. Угу. 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 Ну вот, наверное, опять же, эта иллюзия во многом увязана с тем, точнее, про то, насколько я увязываю вес с теми другими потребностями, о которых вчера шла речь, ставлю ли я другие потребности в зависимости от того, какой у меня вес, снижу я его, снижу и так далее. Так, ну, если что-то кто-то еще тоже будет сказать, то пишите, как у вас, ваша история, как это происходит или происходило раньше. Бывает и так, вот оно что-то к вам, наверное, может быть, еще кому-то, да, бывает так, что я снижаю вес и действительно становится лучше, ну, в плане даже того же самочувствия и так далее, но, как бы, лучше становится не от самих сниженных килограммов, а от тех, ну, как бы, перемен, которые в процессе происходили, снижение веса. Либо бывает так, что, да, в чем-то стало лучше, но в каких-то более таких, ну, принципиальных, более глубинных вещах и потребностях ничего существенно не поменялось. И именно из-за этого, из-за того, что в существенных таких очень, ну, как бы, для меня самых значимых аспектах ничего не поменялось после снижения веса, ну, как бы, нет мотивации это дальше поддерживать, человек обращает вес обратно. Далее, мне очень нравится, когда я все в нормальном весе. Ну, это, наверное, понятно, естественно, и, речь именно про то, насколько имеет место вот эта зависимость, что снижение веса однозначно приводит к положительным изменениям в жизни. Для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, надо снизить вес. Снижая вес, проблемы эти решаются. Правильно, скорее всего, речь. Есть зависимость, да, то есть, действительно улучшается потом... Ну, да, опять же, может быть так, что я снижаю вес и становится в итоге хуже, чем было до снижения веса. Да, ну, это вот то, что у тебя Сергей написал, так хочу про следующую, про одну из следующих иллюзий как раз. Ну, я предлагаю это тоже так. Да, было плохо, а тут еще и похудели. Тоже можно, как бы, вынести, продолжить, точнее, да, обсуждение на форуме нашей закрытой ветки. Просто поразмышлять, понаблюдать, как бы так, поанализировать свой, опять же, опыт. Потому что надо понимать, что иллюзия, это вот, ну, как сказать, на то она иллюзия, что это не просто, вот мы сейчас с вами обсудили, разобрали и вы сказали, ой, так это же была иллюзия, на самом деле, что же я такая там, да, или такой верил в эту иллюзию, все, перестану сейчас в нее верить. Иллюзия это, ну, как, ну, как, некоторое основание, которое меня поддерживает и рационально я могу согласиться со многими доводами, а где-то там внутри я могу все равно считать подробно. Окей, давайте двигаться дальше, потому что у нас еще есть тема про ошибки, тоже бы хотелось ее хотя бы в какой-то степени затронуть. И следующая иллюзия, вот, наверное, одна из таких самых центральных, это иллюзия о том, что лишний вес отдельно, а моя жизнь отдельно. Она немножко перекликается с предыдущей, но все-таки здесь не совсем это одно и то, что если в предыдущей речь была про то, что снижая вес я получаю какие-то положительные изменения в жизни обязательно, то здесь про то, как я воспринимаю именно природу избыточного веса, то есть считаю ли я, что лишний вес это вот есть некоторая такая, ну, отдельная проблема, которую можно решать или не решать, и при этом вот есть, в моей жизни есть лишний вес. И конкретно как-то вот прямо особо они не связаны. И второй взгляд наоборот, что лишний вес, вот как вот Сергей Дремов до этого писал, да, то есть, собственно говоря, он вписан напрямую в тот образ жизни, которым я живу, является следствием того образа жизни, которым я сейчас живу, собственно говоря. Потому что если посмотреть, опять же, да, вот на индустрию похудения, на все вот эти вот методики, да, ограничительные, это как раз все базируется на вот этой иллюзии и транслируется именно вот этой иллюзией. То есть, есть у тебя некоторая обособленная проблема, которая называется лишний вес. И есть способы, которые решают обособленно эту проблему лишний вес. И это возможно сделать. А что происходит у тебя в жизни при этом абсолютно, ну, собственно говоря, никого не касается и тебя не должно касаться, потому что вот можно обособленно решить вот эту вот такую локальную или там не очень локальную проблему. И это два принципиально разных подхода. Потому что в первом случае я буду бороться с весом, ну, или там не бороться, но, по крайней мере, пытаться сделать что-то с весом разными способами. А во втором случае я понимаю, что, собственно, с весом как раз-таки ничего делать не надо. Да. Так вот, а как вам эта идея, да, если такая иллюзия нет, может быть, она была раньше, и если она была раньше, но при этом сейчас ее нет, то, может быть, очень ценно, если вы поделитесь, а что повлияло на освобождение от этой иллюзии. Опять же, если она у вас есть сейчас, это не значит, что, ну, это не повод себя сейчас винить как-то и чувствовать лузерам из-за этого, это скорее повод спросить себя, вот, ну, откуда, да, эта иллюзия, и насколько она действительно помогает мне в конечном итоге урешений вопроса, связанного с весом по стройности. Чем дальше мы в сторону таких более глобальных иллюзий, тем меньше комментариев для такой зависимости людей. да, в идее, ну, живя определенным образом, всегда возвращаю это ведь не вес-подлец. Здесь опять же, да, принципиально то, что в зависимости от того, какого мнения я придерживаюсь, стратегия моих действий будет абсолютно разная. То есть, если я считаю, что лишний вес с моим образом жизни вот конкретно особо не связан, либо связан только частично, тогда я начинаю бороться с самим весом. А если я считаю, что это следствие как раз таки моего образа жизни, тогда я начинаю задумываться о том, собственно, что конкретно необходимо поменять в жизни для того, чтобы вес лишний ушел. И это два, ну, принципиально разных направлений. Да, кто еще не отписал тоже, что вы думаете? Опять же, если лишаться этой иллюзии, то, что мы неименуемо столкнешься с разными чувствами, в том числе, возможно, с чувством тревоги. Потому что, если лишний вес – это следствие моего образа жизни, когда получается многое необходимо изменить, а, может быть, я вообще не знаю, что, собственно говоря, изменить. Можно столкнуться с чувством бессилия или, наоборот, с раздражением, тем, что я не понимаю, что и почему. с тем, что необходимо брать тогда на себя ответственность. «Как поменять жизнь»? Треться. Ну, есть, на самом деле, одна из практик в транс-перферсональной психологии, называется «Путешествие в прошлой жизни». У нас на пятом курсе псих-пака был такой опыт, практика, с помощью которой вы в трансовом состоянии возвращаетесь совершенно в другую жизнь. Ненадолгую проблему. Вот смотри, действительно, Светлана, про рецепт. Рецепта, как поменять жизнь, нет. Зато есть много рецептов, как поменять вес. Большое количество. Причем простых и даже бесплатных. Да, ну вот, возможно, там у кого-то больше вопросов остается, чем сомнений. Да, про день сурка это вот как раз возможно ли поменять. Если жизнь поменять невозможно, тогда вообще что делать? Вот хороший вопрос. Что лучше, опять же, вопрос или ответ? Потому что, когда вы получаете ответ, мозг перестает активно думать. Когда задан вопрос, мозг начинает думать в этом направлении. Ксения, если я стану с запойным алкоголиком, я точно похудею. Мне почему-то кажется, что, скорее всего, среди алкоголиков мало, среди конкретно алкоголиков мало людей с обычным весом. Ну, давайте, да, двигаться дальше. Пусть так немножко подвесим этот вопрос. Собственно, про это тоже будет дальше речь еще идти. Поэтому это не конец обсуждения. Вот. Предпоследняя иллюзия. Не знаю, сталкивался с ней кто-то или нет. Это иллюзия о том, что главный показатель результата – это когда уходят лишние килограммы. Ну, иными словами, если я озадачился вопросом снижения веса, изменения в питании, то главным критерием результата будут уходящие килограммы. То бишь, вес уходит, значит результат есть. Вес не уходит, значит нет. Объемы лучше показать результата. Скорее, адекватное отношение к срывам. Адекватное – это какое еще? Уточните ксения. Сорвалось и ладно. Или что-то другое. Ну, тут тоже можно задать такой вопрос попутный к этой иллюзии, чтобы проверить, насколько она есть. Такой простой очень вопрос, просто как часто вы взвешиваетесь. То есть, как часто вы встаете на весы. Имеется в виду, как часто вы встаете на весы, когда вы находитесь в процессе снижения веса. Да, вопрос ко всем раз в месяц. Да, вопрос ко всем. Раз в месяц. Раз в месяц. Ну, вот да, то есть, большинство раз в день, кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц. Ну, опять же, наверное, на чем базируется эта иллюзия на том, что легче всего измерить. Да, то есть, во-первых, вес – это то, что можно измерить. Во-вторых, это измерить легче всего по сравнению с другими какими-то показателями результата. Те же объемы даже уже сложнее измерить, потому что можно измерить талию в нескольких разных местах и делать разные замеры. И поэтому, возможно, может быть, по каким-то другим причинам получается, что часто мы ориентируемся именно на килограммы, как на такой основной показатель результата. Так вот, вопрос-то такой, если тоже можно писать. А какие еще показатели результата, то есть, что еще будет являться критерием результата, кроме веса и кроме объема? Так, ну вот, летие, улучшение качества жизни, ну, то есть, такой глобальный критерий получается. Вот, только еще как его измерить тежо. Да, я, кстати, тоже предлагаю не взвешиваться. Ну, вот, например, такой вопрос. Если, находясь в процессе снижения веса, например, человек за месяц не снизил нисколько килограммов, но при этом заметил, что у него нормализовалось давление. Будет ли это показателем результата? Для моей семьи стала готовить сама еду без полуфабрикатов. Муж заметил. Ну, вот, летие, опять-таки, да, если вы, например, предположим, если бы вы не снизили нисколько килограммов, но при этом стали бы сами готовить еду, вот, да, без полуфабрикатов, муж бы это заметил, было ли для вас бы это показателем результата? То есть, смогли бы вы сказать, что да, я достигла результата, ну, как бы определенного результата я достигла, и он для меня значим, и я считаю, что, значит, ну, в принципе, была проделана работа, это не зря. Если бы при этом вы бы не снизили ни килограмма. То есть, опять же, получается, что вот эта иллюзия, она еще подпитывается вот, ну, часто, да, таким нашим внешним окружением в глобальном плане, да, то есть, средствами массовой информации, вот, индустрии вот этой глобальной, да, похудения, где, собственно говоря, ну, буквально вдалбливается вот эта вот идея, что если ты начинаешь как-то снижать вес, то очевидно, что основной показатель результата это будут килограммы. Снижаешь ты килограммы, значит, у тебя есть результат, не снижая, значит, нет. На самом деле, абсолютно здесь не очевидна эта связь. И, собственно говоря, можно не снизить за месяц нисколько килограммов, но при этом изменения могут более значимы и произойти в других сферах. Можно снизить там несколько всего килограммов и при этом, например, у человека там в лучшую сторону поменялись какие-то аспекты со здоровьем. Ну и наоборот, я думаю, вы встречали случаи, может быть, у кого-то был такой случай, когда существенно человек снизил, то есть по килограммам результаты просто отменные, например, 8-10 килограммов за месяц. Но это был, собственно говоря, единственный показатель, единственный критерий. Больше никаких изменений не произошло, кроме вот, собственно говоря, веса. И это тогда получается как сидеть на стуле с одной ножкой. То есть это очень тогда неустойчиво. Вот. Поэтому, собственно, отсюда же предложение, я присоединяюсь к Сергею, что не взвешиваться в течение этих дней. И, кстати, это просто, например, Ануш, да, может быть, еще для кого-то, кто каждый день раньше взвешивался, вот просто даже посмотреть, как вообще вам будет, если вы не взвешиваетесь каждый день. Как будет ваше эмоциональное состояние, что будет происходить. И на что тогда ориентироваться? Ну и можно будет в процессе, вот на форуме, в группе делиться тем, на что вы ориентируетесь, когда, собственно говоря, перестанете взвешиваться. У меня личный индикатор в теле, личный индикатор радость в теле, когда не переедаю. Ощущение тела. Ну да, Ксения, да, то есть можно ориентироваться, на самом деле, да, по разным ощущениям тела. Вопрос только тут в том, насколько я в контакте нахожусь со своим телом, насколько я, ну, как бы, положительно или не положительно к нему отношусь. Потому что если я воспринимаю как раз таки тело, как источник всех моих бед и проблем, тогда я буду стремиться измерить, измерять результат как-то объективно, чтобы как раз таки не носить вот этой субъективности. Если я не доверяю своему телу и считаю тело как раз таки источником всех проблем. Поделюсь просто, прежде чем в последние иллюзии перейдем, после одного из тринга дыхания, одна из участниц открывает глаза и говорит, у меня, говорит, была очень такая, ну, вот эмоциональная картинка, и как будто бы мне мое тело сказало, хватит взвешивать меня каждый день, как кусок мяса на рынке. И она говорит, я после этого перестал взвешиваться. Окей, ну и последнее давайте рассмотрим, и, собственно, хотелось бы еще натронуть ошибки на пути к стройности. Вот, собственно, последняя иллюзия, чтобы быть стройным, нужно постоянно этим жить. Ну, то есть, имеется в виду, чтобы быть стройным, нужно постоянно, в частности, да, заниматься своим питанием, уделять время решению разного рода психологических проблем, и так далее. То есть, как бы, постоянно вот вариться, скажем так, в этом соку, если так можно грубо сказать. Потому что, если это перестать делать, все стройность, она сразу же улетучится. Да, конечно, Ксения, можно по-разному исполковывать сигналы тела. Ну, я это имел в виду, когда говорил про контакт с телом. Так вот, как эта последняя иллюзия вам? То есть, вообще, понятно ли, про что идет речь? И если да, то вот, как вам кажется? То есть, ну, условно говоря, не знаю, если так грубо переформулировать ее, вот сейчас еще раз картинку верну. Просто вот картинка, она как раз про смысл. Можно ли сказать, что для того, чтобы быть стройным постоянно, надо в каком-то смысле, ну, как бы быть зависимым от самой вот этой вот идеи того, как поддерживать свою стройность. Или же можно быть и оставаться стройным на каком-то этапе уже, да, вот своей жизни. Ну, как бы фактически просто так. То есть, целенаправленно этим не занимаясь, не делая какие-то действия, целенаправленно, вот как бы направлены на поддержание им стройности. То есть, когда я понимаю, что вот я вот это вот делаю каждый день, чтобы сохранять свою стройность. А перестану это делать и все. Нет, значит, это действительно вытеснит остальное и станет единственным смыслом жизни. Но с другой стороны, Ксения, получается, что, как сказать, это очень, может быть, заманчивая идея. Мой смысл жизни в том, чтобы перманентно стройнить постоянно. А поскольку путь этот кернист, то идти можно бесконечно, каждый раз приближаясь еще чуть-чуть к этому некоторому идеалу. Мой смысл жизни в том, чтобы было не так, но не так. Спасибо. Такие смыслы жизни должны быть в чем-то другом. Как-то раз на консультацию пришла женщина, которая показала мне свой дневник питания. То есть идеально он был заполнен, он был очень аккуратный. И все буквально тютелька в тютельку. И она говорит, знаете, я прямо к этому очень ответственно подхожу. То есть я сажусь, заполняю, я трачу на это специально достаточно много времени. И когда мы с ней говорили, собственно, к чему такой перфекционизм, она сказала, что, собственно говоря, это то, что придает ей ощущение определенного смысла. Если она перестанет это делать, возникнет простота определенная. Продолжение следует... Да, зациклистные идеи, похудения, здоровые темы. Это история тех четырех девушек, кускового, о которых вы говорили. Окей, ну, давайте тоже это так поставим троеточие, наверное, да, не точку, а троеточие. Вот. Еще раз приглашаю вас в пространство нашего форума, где можно тоже поделиться еще вашими идеями относительно этих иллюзий, что-то, может быть, тоже спросить, дополнительно обсудить. Да, если вспомнить эту, то и да, в ее мыслях, если я верно поняла, немного места занимало, балансовое место. Да, совершенно верно. Ну, про это и речь идет. Да, Сергей, еще одну иллюзию. Я просто потом как раз хотел про ошибки еще немножко успеть задать тему. переключить видео, Сергей, или есть что-то что-то Спасибо. 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 Спасибо большое. Дополнение. Надеюсь, фрустрация не будет настолько сильной, чтобы выключиться из нашего процесса. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Предлагаю тогда чуть-чуть у нас остается времени все-таки начать наверное здесь, а продолжить уже на форуме. Вот про ошибки в снижении веса. Предлагаю знаете в режиме мозгового штурма. То есть сейчас не обсуждая, не анализируя каждую, не обсуждая какие правильные, какие неправильные, просто в режиме мозгового штурма ответ на такой вопрос. Что я никогда уже не буду делать, ну и не порекомендую другим для снижения веса. То есть что в моем понимании вот абсолютно уже неприемлемо. Даже если раньше когда-то я это делал, то сейчас точно я это делать не буду. Никому не буду рекомендовать. Так, не есть после шести. Голодать. Но при этом под голодать я так понимаю и голод как длительный процесс для снижения веса и голодать в плане терпеть голод. То есть если я почувствовал голод, но я при этом терплю его и не ем. Считать калории. Редко есть. Да. Еще Андрей можете уточнить, редко в вашем понимании это как часто. Сколько раз точнее. Взвешиваться каждый день. Никаких диет, как бы они не были завуалированы. Ага. Когда не буду есть, то есть получается два раза в день и реже. Не буду контролировать все. Да. Тем более это и невозможно. Собственно говоря. Что еще? Может быть это даже какие-то маленькие нюансы. Может быть это наоборот глобальные вещи. Вот здесь все. Вот это не годится. Что точно вы уже никогда не будете делать. Или что может быть было ошибкой в вашем опыте. Вот сюда куда-то. В принципе. В режиме мозгового штурма можно писать любые идеи. То есть никто никого не критикует. Просто вот набрасываем разные идеи, которые есть. Верить рекламируемым средствам для похудения. Да. Есть место того, чтобы заняться делом. Есть нелюбимое, но правильное. Принимать таблетки для похудения. Может быть есть какие-то еще действия, которые вы сами никогда не совершали. Но вы видели, как это совершали другие. Может быть там ваш знакомый. И собственно на их примере вы уже убедились, что это делать не надо. И вы бы никогда не стали это делать. Тоже для снижения веса. Запретить есть определенные продукты. И что еще? Бежать любую деятельность, лишь бы не оставаться с собой. Иначе переем. А так я и где не помню. То есть если убегаю в деятельность, то как бы на самом деле убегаю, получается от страха переесть. Да, вот тоже похудеть какой-нибудь дайте. Клету сюда же может добавить. Наверное. Прогнозировать то именно по конкретнему хотелось. В принципе прогнозировать может быть полезно смотря что и как. Про что вообще речь. Например прогнозировать когда я могу проголодаться если я там где-то в дороге и что-то с собой что-то взять заранее. А, сколько килограммов нужно сбросить. Да, купить одежду поменьше похудеть для того чтобы здесь у него у него то просто что-то нет у него если не ? Не будет жертвовой рекламы. Но я бы вот еще в себя добавлю одну, перестать оценивать себя в зависимости от того, что в себя. Да, ну вот это мы будем говорить уже на занятии по осознанному питанию, что я ем. Там будем разбираться. Да, это тоже Ксения. Собственно говоря, оценивать себя в связи с параметрами вообще, телесными и иглой. У нас есть опция, чтобы видео, как я сейчас говорю, и меня картинка показывает, чтобы это было доступно у каждого участника, любой участник может себя показать всем, так что можем переключить камеру на вас. Это будет метод стрессовой терапии. Давайте, если что-то еще в последние несколько минут. и я постараюсь тут вроде бы, как есть опция, сохранить всю переписку. Надеюсь, что получится. И потом, может быть, тоже на форуме тогда еще выложить, и, может быть, там удастся добавить что-то еще после. Вот, кстати, тоже вы можете, кто-то написал про свои ошибки, то есть, что я никогда не буду делать, и это для вас уже стало таким, ну, внутренним правилом. Никогда ни про каких обстоятельствах вы к этому не вернетесь. Есть, опять же, ошибки других, то есть, другой человек так же пишет про себя, но для вас, например, эта ошибка не является, или же она такая неочевидная, или, может быть, это еще не стало таким внутренним правилом, и можно тоже на эту тему подумать, и, может быть, ну, как бы, принять это к сведению, и тоже перестать это делать или к этому не перебегать. Ну, смотрите, Ксения, если пересмотрите, мы, возможно, с Сергеем Дреновым спустя какое-то время аналогичную группу сделаем, только вот не по идее, а по пятью, скорее всего, там будет больше народу города. Ну что ж, время уже вот у нас чуть-чуть перебор, поэтому хочу поблагодарить вас за сегодняшнее занятие, за вашу включенность, за ваши вопросы, и тогда завтра уже будет занятие Сергея Дремова, где, по крайней мере, он будет ведущим основным. Вот. Приглашаю еще те, кто не зарегистрировался на форуме, зарегистрироваться, спинуть Сергею свой ник, чтобы можно было добавиться в закрытую тему. И, соответственно, там в закрытой теме мы будем размещать еще какие-то материалы по ходу пьесы, и можно будет там тоже обмениваться комментарием. Так, а как найти на форуме? Продолжение следует...